Рассказать почему? Потому что у каждого священника 998 детей, зятёв и всех остальных. И всех нужно пристроить, понимаете, всем нужно найти работу, сделать приходы. Вот для этого они везде, везде эти храмы... И они хотели строить храм прямо здесь, на территории Северного леса, да? Не здесь, не на территории. Вот около нашего дома там стоит этот самый, как его вагончик. Там уже заканчивается Северный лес, да? Нет, он не заканчивается, но он как бы немножко в стороне. Вот прям за нашим 39-м домом, увидите вагончик. Вот там его строит этот храм. Я не знаю, когда он построится. А, они его строят? Да, ну там сарайчик стоит, вот он богослужение проводит в этом сарайчике. В этом сарайчике. Я сказала, что доход этот храм не принесёт никакого. Потому что здесь в основном люди покупают дешёвые квартиры, живут дешёвые люди с небольшим доходом. Поэтому особо в храм они не будут. Ну бабки же они у нас, Господи, поставь лестницу, они без лестницы на небо залезут. Они же у нас вообще не понимают, что, где и как. И тут ни Гундяев здесь ни при чём, здесь никто ни при чём. Здесь наша голова должна работать, понимаете? Наша голова должна работать. А Гундяев здесь совершенно ни при чём. Он никакого отношения к этому не имеет. Вот сегодня, например, сегодня я сейчас расскажу. Я в своё время, в 2004 году судилась с Тарасовым Андреем, которого сегодня выгнали из этого самого... Я знаю, он тоже предатель, как Гундяев. Он не то, что предатель. Как бы не предатель. Я вам ещё могу кое-чего про него рассказать. Хорошее. Я с ним судилась. Я с ним лично судилась. В 2004 году я выиграла суд. Вы знаете, как он меня преследовал? О том, что, почему предатели. И этот, и Фомин, и этот, и Тарасов, и Гундяев, и Элфеев. Он меня преследовал, этот Тарасов. Он вот, я выходила на работу, а он меня вот, это самое, подходил, и каждый раз говорит, когда ты отсюда уйдёшь? Он ненормальный психически ненормальный человек. Ещё не той ориентации. Понимаете? Я с вами согласен на это. Как говорит Серафим Саровский, архиереи предадут Бога. Вот в чём есть этот самый. И тут совершенно, и купола здесь не нужны, ничего здесь не нужно. Ну, представляете, вот я живу в доме, и меня будут будить вот этот, вот, извините, колокольный звон. Да нет, дело не в колокольном звоне, а в том, что, смотрите, вот, когда, как говорили ещё о Серафим Саровске, что... Давай ближе к парку всё-таки, мы тут, правда... Что будут строить, в конце... Ну, парк у нас, он есть, вот этот парк, понимаете. ...красивейшие храмы и золотичку пола. Я в своё время списывалась с этим самым, с Ашифиным, Константином Ашифиным. Вот, он делал депутатский запрос. В 2015 или 2016 году, точно не могу сказать. Это самое, не, это самое, ещё до того, ещё он зелёный был. Он делал депутатский запрос. Это самое, даже в Коминтерновский район, в северный отдел милиции Коминтерновского района, это самое, обязали конным патрулём всё обходить, чтобы не было здесь. Не было здесь никаких, ни этих самых, ни шашлыков, ничего не было. Всё обязали. Ну, они так походили немножко к Коминтерновский район, и на этом всё закончилось. А вот у нас депутат Чистяков по нашему округу, Единорос Александр Александрович, Мушуров Иван Петрович, они говорят, что они буквально днём и ночью спят с проблемой северного леса, но жители сами игнорируют проблему парка и не обращались к ним ни разу. Вот они вот заявляют, Чистяков заявил, что к нему ни разу никто не обращался. Ну, к Чистякову я не обращалась, мне лично помогал Ашифин, мне лично помогал Константин Ашифин, большое ему спасибо. Они кое-как походили год, а на следующих вот даже и патруля не выделили, чтобы здесь не было ничего, ни шашлыков никто не жарил, ни костров не разводили, ничего. То есть депутаты от Единой России они никак не приняли? Никакого отношения они к этому не имеют. Просто сейчас они активно вышли пиариться? Да пусть пиарятся, но сейчас же выборы на носу, поэтому и пиар идёт. Надо каждый год выборы делать. Не то, что каждый ход, а по-моему еженедельно выборы делать. Если за неделю ты ничего не справился со своими обязанностями, ничего не решил, то тебя нужно в отставку. Я бы вообще сделал баллы. Правильно. Не, ну у нас кто-то и по 26 лет правил. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Спасибо. Будем надеяться, что дальше дело у них не пойдёт. Ну, вы понимаете, я вот радовалась, как это в 2004 году утром рано, в 2014 году утром рано летал самолёт, опылял все вот эти вот сосны. Это было видно с нашего дома, потому что он чуть-чуть не впилился в наш дом, этот самолёт, кукурузник. Отравой? Отравой, вот. И я ещё радовалась, я выгляну с восьмого этажа, прям такие побеги, зелёные. Прям глаз радуется. А потом гляжу, они потихонечку начали сохнуть, сохнуть. И пожёхли, да? И вот эти вот все, вот особенно вот тамбон, всё это, это самое, засохло. Вот в течение шести лет всё засохло. Вот сухое ставит дерево. И сюда как раз попало. Так что я не знаю, никто никого не наказал за это, никто. А все видели, что творилось. А чего теперь это самое, когда они всё потравили? Уже тут это самое, по-моему, фактически... Видите? И кто будет на это самое, сколько нужно денег сюда потратить, чтобы что-то возразить? Ну кто даст эти деньги? Да никто.